Дневной рубеж Дневной рубеж Дневной рубеж Дневной рубеж Многие люди до работы не смогли доехать Поэтому транспорт был в каком-то смысле Бесполезен Ну и многочисленные митинги Действительно много людей собирали Можем послушать Чего хотят простые немцы Но есть еще много вещей, которые сильно нас напрягают. В первую очередь разрастающаяся бюрократия. Шесть из десяти пекарен, которые навсегда закрывают свет, указывают в качестве основной причины, что это бюрократия. И если вы посмотрите на статистику, то в среднем каждый мастер должен тратить 12 рабочих часов в неделю на оформление всей документации и сертификатов. Это определенно слишком много. И это даже лучше, потому что ЕС хочет принять еще 150 директив к июню, к европейским выборам. Как это связано с устранением бюрократии? Дорогие фермеры, вы меня слышите? Мы, мельники, твердо и солидарно стоим на вашей стороне. Фермеры и фермеры. И мы, мы чувствуем, что нынешние решения по экономии расходуются на поддержку всей продовольственной отрасли. Будь то повышение НДС на газ для агродизеля, досрочное прекращение ограничения цен на электроэнергию, двойное ценовое бремя КО или удвоение строительства. Все это сильно бьет по нам, ремесленникам. Только удвоение платы за проезд и двойные тарифы приведут к увеличению стоимости перевозки на 10-15%. А удвоение платы за проезд действует на нас как дополнительный налог и как настоящее издевательство над вами агродизелями. Это просто вопрос обеспечения доступности продуктов питания. Мы должны посмотреть, сможем ли мы накормить население местными продуктами. И каждый может себе это позволить. Это именно то, о чем мы говорим. Кто хочет лишить вас налоговых льгот на сельскохозяйственный дизель или ввести налоги на сельскохозяйственную технику, тот делает продукты питания дороже. Это так просто. И кто просто увеличивает НДС в нашей индустрии общественного питания до 19%, тот делает продукты питания дороже и просто сводит на нет общий опыт. Но можно ли это сделать с федеральным правительством, которое не может ввести бюджет на свои деньги и которое действительно создает бюджет, который не соответствует уголовным нормам? Если бы мы сделали что-то подобное, мы бы сразу оказались в тюрьме. Яркие, красочные выступления, на самом деле. Ну и, наверное, кому-то что-то напоминающее. Когда немцы жалуются на бюрократию, ну, немножко напоминает проблемы еще с советских времен. С бюрократией, как мы помним, по-моему, еще даже Райкин начинал бороться. Не сказать, что сильно успешно. Ну или, допустим, когда говорят про доступность товаров, продуктов, про помощь аграриям, напоминает, наверное, все-таки и наши 90-е. Обычно сравнивали проблемы крах Советского Союза с Соединенными Штатами, что они приближаются к такой же ситуации. А вот сейчас как-то запахло тем, что Европа, кажется, погружается вот в это состояние, ну, которое потом стали называть предмайданным или майданным. Наверное, не случайно, кстати, Дмитрий Медведев опубликовал пост там, во вражеских сетях, о том, что в забастовке в Германии фермеры заблокировали большую часть страны, субсидии прекращены, астрономические суммы, потраченные на Украину, продолжают расти. Германия является основным спонсором. Если так пойдет и дальше, бандеровцы будут экспортировать свое проверенное оружие, майдан, в Берлин. Ну и, кстати, усомнился, Дмитрий Анатольевич, в том, что канцлер Шольц может остаться у власти. Действительно, многие высказывают такие сомнения, и сомнений все больше. Правда, судя по всему, у Шольц, как на украинском телевидении, у него все замечательно, все в порядке, все должны быть спокойны, и вообще, все это демократия. Я хочу прямо сказать, что здесь необходимо, чтобы мы принимали решения. И это всегда включает в себя сокращение субсидий, которые подвергались жесткой критике в течение многих, многих лет, очень тщательно продуманным шагом. Это предложение, которое федеральное правительство сделало сейчас. Совершенно очевидно, что критика – это часть демократии. Она нужна и принадлежит тебе. Никто не должен жаловаться на это. Я, во всяком случае, этого не делаю. Конечно, цель не оправдывает всех средств. И поэтому, учитывая тот факт, что правительство пошло навстречу фермерам, я думаю, также важно, чтобы сейчас соблюдались меры и средства. Это также должно быть заботой всех демократов. Особенно в такие захватывающие времена, как эти. Все должны быть рады. Навоз на улице – это демократия. Где пошло правительство навстречу фермерам, Шольц не уточнил. Но, кстати, как наш Сапкор из Брюсселя передавал, Шольц дополнительно еще призвал другие страны увеличить вливание в нужды Украины, требует составлять списки военной помощи, которые они собираются оказывать Киеву в этом году. Причем списки нужны уже срочно, уже к февралю. Ну, а немцам придется экономить. Наверное, стоило бы уже честно сказать, что вводим налог на войну, налог на наши боевые действия на Украине. Тогда, может быть, это было действительно по-честному. Потому что, конечно, если смотреть на Шольца, тут не зря некоторые СМИ напоминают, что Шольц, когда приходил к власти, когда уходила Ангела Меркель, он на самом деле ведь обещал сократить экспорт оружия в другие страны. В итоге, что получилось, в прошлом году ушедшим рекорд они побили в поставках вооружений. Потому что в 10 раз нарастили поставки техники, оружия, боеприпасов на Украину. Ну, и Израиль еще они дополнительно вооружали. Обещали нормализовать отношения России и Евросоюза, сделать все безопаснее. Газовые проекты совместные, где они сейчас, северные потоки взорвали. Ну, и откровенно превратились не в каких-то стабилизаторов, и уж тем более локомотивов Европы, а в разжигателей войны. И сейчас они фермерам объясняют, что все это так надо, и что это демократия. Потому что просто надо воевать с Россией. В целом, конечно, Евросоюз, не только Германия, входит в этот Новый год в действительно предмайданном состоянии. Но вот еще политическая новость, на которую многие наши коллеги обращали внимание, о том, что глава Евросовета Шарль Мишель уходит в оставку досрочно. Собрался он там в депутаты, решил уйти. Сейчас Европа, прям сказать, в панике. Потому что, опять же, бюрократия европейская знаменитая. Фермеры уж точно знают. Вот теперь и сами бюрократы европейские с этой бюрократией сталкиваются. Ведь по правилам теперь может прийти Орбан. А Орбан, ну, никак не за войну на Украине. Правда, сейчас некоторые СМИ пытаются выставить торги некоторые. И что если будут уступки для Венгрии, то и Венгрия пойдет на уступки. Но каналы европейские с некоторой тревогой рассказывают о происходящих кадровых заменах в Евросовете. Это сценарий, который большинство из 26 других лидеров ЕС отчаянно хотели бы избежать. Учитывая растущую напряженность между ними и венгерским премьером, например, по вопросу о поддержке ЕС Украины. В любом случае ясно, что сценарий поста Мишеля – это новая часть неопределенности, которая добавит к еще нерешенным узлам поддержки Запада Киеву. У Орбана, конечно, главная его проблема в том, что он не за войну на Украине, да еще и 50 миллиардов евро. Евро блокировал неоднократно, которые вроде бы как собирались. Ну, хотя, на самом деле, может, не очень хотели тратить на эту войну. Но тут, как и немецкие фермеры, Брюссель стал заложником своей же бюрократии. Бюрократия, раз она предусматривает приход Орбана, ну, значит, надо будет время есть до лета придумать другую бюрократию, которая заменит предыдущую. Главное, чтобы не запутаться окончательно во всех вот этих схемах. Правда, уже ряд изданий, в частности, Financial Times, называет спасителя этой схемы, потому что среди главных претендентов на место Шарля Мишеля называют бывшего премьера Италии Марио Драги. Тут стоит напомнить, что, ну, как они преподносят это. Во-первых, они преподносят, что 76-летний Драги, он в свое время спас единую валюту Евросоюза, когда управлял Европейским Центробанком, и поэтому якобы его признанные заслуги позволяют ему стать преемником Шарля Мишеля. На самом деле, конечно, все совершенно иначе, потому что дело не в спасении Евро, а дело в том, что Марио Драги – это один из инициаторов войны на Украине, один из главных ее разжигателей. Он сделал в свое время все, что мог, чтобы втянуть Киев в войну, и, кстати, чтобы в киевском режиме поселились эти иллюзии насчет победы над Россией. Ну, потому что сам Марио Драги говорил, что признание победы России нанесет смертельный удар по Евросоюзу, а, соответственно, этого никак нельзя допускать. Зато, кстати, на очереди после Германии у всех этих кадровых несуразиц, которые происходят в Европе, Франция, там тоже все прекрасно, потому что в отставку уходит Элизабет Борн, уже ушла вернее, ну и вместо нее берут молодого перспективного министра образования Габриэля Атталья. Ну и уже, естественно, европейские и французские каналы скоропалительно сочиняют его детали, обсуждают его искрометные карьеры. Габриэль Аталь проводит политическую карьеру практически безупречно. В прошлом он работал в Сайенсе с Поу Пэрис, сначала он был членом социалистической партии. Амбициозный и харизматичный, ему едва исполнилось 23 года, когда он вошел в кабинет Марисоль Турон, тогдашнего министра здравоохранения Франсуа Оланда. С 2016 года он вступает в партию. В следующем году он избирается депутатом Сената, а затем входит в правительство в 2018 году в качестве государственного секретаря по делам молодежи, когда ему было всего 29 лет. Затем он назначен представителем при Жанне Кастексе в период с 2020 по 2022. После своего переизбрания Эммануэль Макрон предлагает ему портфель по связям с парламентом, но он планирует вернуть себе свое место в Ассамблее. И в конечном итоге получает должность министра-делегата по государственному счету до своего переизбрания. Устроится полгода назад в Министерство образования. С этого момента его рейтинг популярности взлетает до такой степени, что опросы указывают на него как на любимого министра французов. Он становится заслуживающим доверия кандидатам на Елисейский дворец в 2027, но для того, чтобы одержать победу, ему, возможно, придется пережить атма Тиньона. Уже называют его кандидатом в президенты на место Макрона, этого самого Аталия. Он, кстати, ну это прямо вот совсем про современную Европу, потому что это он не так давно объявлял на совещании директоров школ о введении запрета на ношение в учебных заведениях традиционной мусульманской женской одежды. И вообще на запрет в школе проявления любых каких-то религиозных символов, религиозных традиций. Не должно этого быть в европейской школе, не должно быть никаких религий. Ну, еще, наверное, один шаг, там уже от него это стоит, наверное, ожидать. Как гласит его биография, в свое время он состоял в близких отношениях с некой там певицей, но потом его рассекретили, что он состоит в таких, можно сказать, гражданских отношениях с евродепутатом Стефаном Сежурне. Если кто не понял по имени и фамилии, это представитель мужского пола, то есть он ориентации вполне себе европейской, и уже не назвать ее для Европы нетрадиционной. И, кстати, надо обратить внимание, что буквально в канун Нового года Макрон очень обильно осыпал вот этого нового нынешнего премьера комплиментами, хотя, конечно, называет все это предательством со стороны Макрона, потому что, получается, через ушедшую Борн он протащил самые непопулярные французские законы, а теперь просто свалил ее с этой телеги, но, на самом деле, все не так радужно, потому что впереди, ну, опять, видимо, навоз должен появиться уже на французских улицах, там опять забастовки, опять претензии к правительству Макрона. И, на самом деле, не такое уж приятное назначение для этого самого Габриэля Атталя. Но, в принципе, и в целом этот разброд и шатание, в первую очередь, кадровые среди европейских политиков показывают на определенный дефицит политиков в Европе. Как неоднократно говорили, пришел кадровый кризис, не осталось лидеров. При всем при этом, со всей этой кучей проблем, они продолжают, ну, по крайней мере, декларативно верить в победу над Россией и верить в очередное наступление ВСУ. Ну, в частности, Дивельт с таким порывом сообщает, что этот украинский прорыв он снова достижим, что миролюбивые европейцы подталкивают храбрых украинцев идти на Крым, и что действительно может попытаться киевский режим начать наступление с акцентом на Крым. Ну, разве что вот надо только дождаться, когда F-16 из Норвегии прилетят. Пока говорят, что официально их нет, хотя еще в конце года говорили, что истребители все-таки уже кто-то доставил. Ну, а министр финансов Германии вообще заявляет. Послушайте, сейчас по ходу будем переводить, и надо поймать моменты, ну, прямо вот Гитлером отдают речи министр финансов Германии. Вот почему мы будем дальше поддерживать Украину финансовой и военной помощью. Надо продолжать обсуждать, что мы еще можем сделать для поддержки экономики и ракетных систем. Вот тут прям Гитлер. Германия лидер Европы. Мы со всей ответственностью к этому относимся. Половину поддержки европейской это все из Германии и германских налогоплательщиков. Мы со всей ответственностью это воспринимаем, понимаем, что это несет определенные риски. Но если нужно что-то большее, Германия не будет делать это в одиночку. Угрозы для Европы, касаются всей Европы, и другие тоже должны разделять эту ношу. И не будет так, чтобы Германия делала что-то больше, а другие европейские страны делали меньше. Мы должны продемонстрировать единство Европейского Союза наших ценностей. В это трудное время оставаться всем вместе. Аплодисменты, все довольны, все счастливы. Никого не смущает, что пока улицы германских городов засыпают навозом разозленные фермеры, половину всей европейской поддержки для киевского режима осуществляет та самая Германия. Но в конце концов, локомотив же Европы. Надо как-то оправдывать это звание, хотя непонятно, в чем эта помощь заключается. В деньгах, наверное, это посчитать можно. А в танках довольно странно выглядит. Потому что, ну, по крайней мере, разочарование, главное разочарование военной, оборонной, натовской техники ушедшего года, это все-таки именно западные натовские танки. Потому что даже про немецкие, ну, вот буквально в эти прошедшие праздники признали, что непригодны они для реальных боевых действий. Они скорее подходят больше для учений. И даже там была какая-то комиссия в Литве, которая посещала ремонтный центр в Литве. И поразилась тому количеству техники, которая вышла из строя даже не в боевых действиях, а просто из-за внутренних дефектов. Ну, правда, есть там у них некоторое оправдание, что это все-таки Украина. Они не умеют просто обращаться с техникой. И говорят, что, ну, даже некоторые шутят, что то, что не подбили русские в боях, то доломали просто сами украинцы, пытаясь все это дело починить. Но на самом деле, со ссылкой, опять же, на украинских уже военных, говорят, что просто у леопардов очень непрочные гусеницы. Часто они ломаются. Не предназначены эти танки для боевых действий. Кстати, про Абрамс-100, что-то вспоминали, задавали вопросы, что вроде как два месяца или даже больше уже прошло со времен передачи этих самых Абрамсов в Украине. Но почему-то их никто не видел. Вспоминают некоторые видео какое-то, то ли на полигоне, то ли еще где-то сделанное. Ну, по крайней мере, одного Абрамса. Но реальной этой техники действительно никто не видел. Конечно, как всегда, немцам объясняют, что во всем виновата Россия. И тем самым фермерам, которые сейчас не знают, куда этот навоз девать, объясняют, что виновата Россия, потому что Россия воюет, а значит, нам надо еще больше поставлять оружие. И даже крылатых ракет Украине. Даже призывы снова звучат. Отправлять дальнобойные ракеты, чтобы Киев мог обстреливать вглубь территорию России. И поэтому призывают переводить экономику Германии на военный лад полностью. Ну, в частности, в издании «Фокус» такие мысли высказывают. И во всем снова виновата Россия. Хотя, на самом деле, так кажется, причины следственной связи здесь абсолютно разрушены. Не Москва расставалась с Киевом в свое время, расходилась, разрывала свои связи. А Европа, Запад, ну и сам Киев, конечно, при своем активном участии и желании, разрывал эти связи, доводя все это до состояния войны. Будем следить за событиями в эфире «Дневного рубежа». На этом все. До завтра. Дневной рубеж Вести ФМ Первые о главном Дневной рубеж Дневной рубеж Дневной рубеж Дневной рубеж